Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госдума приняла закон, предусматривающий еще один штраф для водителей за неоплаченный проезд по платной трассе. Размер взыскания 1500 рублей для легковушек и 5000 для грузовиков и автобусов. Причем тут не будет действовать правило, сколько раз нарушил за сутки, столько писем счастья и придет. Наказывать зайцев будут только за первую неоплату в течение дня. Трасса 101 Обжалование штрафов ГИБДД онлайн пока остается на уровне обещания. Соответствующий законопроект до сих пор находится в Госдуме. Как выяснило издание Коммерсант, процедура обжалования легкой не будет, о чем говорилось изначально. Чтобы запустить ее, гражданину придется обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью. А это визит в МФЦ и около 2000 рублей расходов. Кроме того, при попытке отменить штраф через интернет, кому-то придется топать в суд. Трасса 101 Самые угоняемые в России легковые автомобили – это модели массового сегмента – Hyundai, Kia и Toyota. Об этом заявили страховые компании, также в группе риска, Mitsubishi и Lexus. Кроме того, страховщики обозначили места, где чаще всего крадут машины. Парковки у больших торговых центров, промзоны, стоянки в спальных районах. Что касается первых, угоны, как правило, происходят днем, последних – ночью. Трасса 101 Желтый круг, внутри автомобиль, из крыши которого исходят волны. Так будет выглядеть новый знак или наклейка, который предложат размещать на машине. Новшество собираются опробовать в следующем году. Предназначен знак будет для транспортных средств с противоугонной системой, модулем Аэроглонас или системой Платон. Для чего это все? Для того, чтобы, цитирую, повысить цифровую грамотность. Наказания за отсутствие наклейки не будет. Трасса 101 В России начали продавать еще одну китайскую легковушку – Jack J7. Лифтбэк стоимостью от 899 тысяч рублей оснащается полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 136 лошадей. Трансмиссия – шестиступенчатая механика, либо вариатор – привод передний. В базовой комплектации имеются светодиодные фары, цифровая приборная панель, мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем и другие опции. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101